25 октября 1995 года В промахе советской дипломатии, чрезвычайную самонадеянность Горбачева и его окружения, в том числе и тех, кто откровенно занял павериканскую позицию, мы добились того, что собирался сделать президент Трумэн с Советским Союзом посредством атомной бомбы. Правда, с одним существенным отличием. Мы получили сырьевой придаток, не разрушенный атомом государства, которое было бы нелегко создавать. Да, мы затратили на это многие миллиарды долларов, но они уже сейчас близки к тому, что у русских называется самоокупаемостью. За 4 года мы и наши союзники получили различного стратегического сырья на 15 миллиардов долларов, сотни тонн золота, драгоценных камней и многое другое. В одни существующие проекты нам переданы за ничтожно малые суммы свыше 20 тысяч тонн мели, почти 50 тысяч тонн алюминия, 2000 тонн цезия, бериллия и стронция. В годы так называемой перестройки в СССР многие наши военные и бизнесмены не верили в успех предстоящей операции. И как оказалось напрасно. Расшатав духовные и идеологические основы СССР, мы сумели бескровно вывести из войны за мировое господство государства, составляющее основную конкуренцию Америки. Америки. Тысячу лет русская православная церковь является столпом и фундаментом, на котором стоит и держится земля русской. Тысячу лет русская православная церковь взращивает для Царства Небесного русский народ, великороссов, малороссов, белороссов и другие коренные народы России. Тысячу лет русская православная церковь благословляет своих сыновей и дочерей на защиту Отечества. Ведь Россия есть подножие престола Господня, Третий Рим, который и поныне стоит на страже добра, не допуская злода мирового господства. В этом великий крест русского народа, в этом его богоизбранность. Ибо сегодня, на исходе последних времен, идет непрестанная, беспощадная война за каждую человеческую душу. Разрушительная деятельность всемирного масонно-демократического воинствующего антихристианства в значительной степени скована Россией, потому что она является главной цитаделью православия в мире. Наши враги, падшие и отверженные духи во главе с дьяволом делают все, чтобы окончательно развалить и уничтожить русское государство и русскую православную церковь. Демоны, эти закосневшие в неистовом богоборчестве носители необратимого зла через своих слуг, масонов, колдунов, оккультистов, сионистов и продажных чиновников, пытаются потопить человечество в пучине греха и уничтожить все, то, что позволяет людям очиститься от греха и вновь приобщиться к благодатным энергиям Святаго Духа. Они знают, что пока это возможно, приход антихриста невозможен. Вот почему установление марионеточных режимов в странах с преобладанием православного населения стало для агентов влияния международного уровня, приоритетным направлением международной политики, имеющей целью захват власти в этих странах для более успешной борьбы с православием. Только исходя из такого понимания можно объяснить истинную причину того, почему бывший директор ЦРУ Джордж Теннет включил обезоруженную Россию в список глобальных угроз безопасности США. Поэтому не случайно разрушитель советского государства Ельцин, бывший президент российского государства, был награжден Мальтийским крестом и посвящен в рыцаре Мальтийского масонского ордена. Объяснение этого награждения можно найти в символике награды. Сатана попирает Христову веру по всей земле. Конституцией же православной России всегда были заповеди Божии. В евангельских заповедях сам Господь Бог явил людям свою святую волю, потому-то иного источника власти христианство не признавало, не признает и никогда не признает впредь. Именно эту власть воплощал в своем лице помазание Божий русский царь. Вот к чему тяготила всегда российская государственность, к самодержавной форме устроения. Ибо русское самодержавие – это система не столько политическая, сколько религиозная, свидетельствующая о высоте духа русского народа на природу и цель власти. Но то, что происходит в современной России, во многом напоминает время февральского бунта 1917 года. Как и тогда нарастает волна тайного и явного богоборчества? Есть, правда, и существенная разница. Материалистический атеизм, как самый вульгарный вид безбожия, отошел на задний план. А на смену ему пришла ересь из ересей – экуменизму. Главная цель которой – разложить изнутри истинное христианство – святое православие, приравнивая его к инославным веросповеданиям и даже иным антихристианским верам. И тем самым создать религию грядущего антихриста. То есть мешанину из самых разных верований, в которые утонула бы спасительная истина православия. Из этого следует, что основной задачей служителей тьмы будет уничтожение форпостов русской православной церкви, монастырей, приходов и всех неугодных через заранее внедренных в лодо православной церкви людей, которые, занимая высокие кафедры и надлежащие для этой цели посты, будут клеветать, распространять ложные слухи и формировать в свою пользу общественные мнения для осуществления своих грязных сатанинских планов. Примером может служить ситуация в Свято-Боголюбском монастыре, из которого, по сообщению СМИ, в августе 2009 года сбежали две девочки, воспитанницы православного приюта при монастыре. Попав в московский приют «Дорога к дому», одна из них, Валентина Первова, направила обличительное письмо президенту России, патриарху московскому и всея Руси и в Генеральную прокуратуру. В нем были описаны перенесенные ей обиды и унижения в монастыре. Это заявление, естественно, бросились всячески комментировать целая когорта журналистов и специально приглашенных для этого специалистов, не дождавшись решения прокуратуры и не проверив факты, описанные в письме. Защитники бывших воспитанниц Свято-Боголюбской обители обрушили шквал Калевиты на монастырь и его начальство. Особую, отрицательную роль в этом деле сыграли два облеченных саном человека. Один из них – священник, настоятель храма в Гусь-Хрустальном. Вот как его описывает новая газета. Максиму Хижию, праэтерия Свято-Троицкого храма Гусь-Хрустального, 45 лет. У него коротко стриженная борода, речь, категории и принципы либерального интеллигента. Недавно защитил диссертацию. Короче, не совсем типичный представитель православного духовенства. Этот продвинутый батюшка, не сообщив своему духовному начальству, отправляет девочек в Москву. К не менее прогрессивному священнику-игумену Сергию Рыбко, любителю потусоваться в среде рокеров и байкеров. Он же, в свою очередь, также не сообщив своему духовному начальству, передал беглянок в Сурасовский фонд НАН, члену общественной палаты Зыкову, известному лоббисту легализации наркотиков и внедрению в Россию ювенальной юстиции. Видимо, там и было составлено это сенсационное письмо. И дело закрутилось. Такие действия больше подобают профессиональным провокаторам, чем духовным лицам, связанным внутрицерковной дисциплиной и послушанием. 25 сентября 2009 года в Свято-Боголюбский монастырь прибыла группа представителей и ряда организаций из числа недавно образовавших комитет в защиту семьи, детства и нравственности. Движение Народный собор, Центр народной защиты, Движение многодетных матерей «Много деток хорошо», Антиалкогольный фронт и ряд других светских общественных организаций. Цель визита – общественная проверка фактов, изложенных в письме Валентины Первой, а якобы имевших место в отношении ее издевательств в Свято-Боголюбской обители. Вечером того же дня в городе Владимире прошел крупный стол, на котором независимая комиссия сообщила участникам собрания, что факты, изложенные в письме Валентины Первой, оказались вымышленными. Я сам офицер, пограничник, и есть у меня друзья, с которыми приходилось служить, которые сегодня старшие офицеры. И вот даже слышал такую информацию из уст одного из них. Есть журнал, финансируемый, издаваемый Госдепартаментом США, который является для служебного пользования, то есть он недоступен всем открытым. И там в июле месяце вышла статья, якобы, не знаю, под общей редакцией, либо, так сказать, благословения всем известного, я не побоюсь сказать, врага нашего Отечества, господина Бзежинского, который высказывал эту мысль несколько лет назад о том, что после развала СССР главным и единственным врагом Америки остается Русская Православная Церковь. Так вот там она немножко сужается до размеров Боголюбского монастыря, в котором говорится о том, что существующие порядки на территории монастыря, вот эта вот, так сказать, иерархичность, соблюдение достаточно строгое тех канонов, которые предписывает вера наша с вами, угрозой национальным интересам США. То есть 20-летняя политика развала в нашей стране в этой ситуации как бы вот под угрозой, потому что отсюда может пойти возрождение России. Кроме этого, провокация против свято-боголюбского монастыря идет и по другим направлениям. Сбежавшая от своих родителей 23-летняя Алевтина Теленкова нашла себе приют в боголюбской обители, но родители Алевтины не пожелали смириться с выбором своей дочери и, желая вынудить свою дочь вернуться к той жизни, от которой она сбежала, пытаются также оклеветать монастырь и его руководство. Александр Ольга Теленкова, студия Русской службы новостей. Я прошу вас рассказать о том учебном пособии, который издает отец Петр. Оказывается, это экстремистская литература, запрещенная судом. Это книжка запрещенная. Расскажите об этом, расскажите. Да, есть такая книга, которую издает отец Петр, и которую мы сегодня, только я, по крайней мере, понимаю, что наша дочь начала ее читать задолго до того, как она попала первый раз на территорию Святого Боголевского монастыря. Задолго, это где-то за полгода до того, как ее посетить. Эту книжку она читала практически каждый день и очень много. Но вот в процессе, пока мы занимались ее поисками, нам пришла бумага из Министерства внутренних дел, которая провела лингвистическую оценку или исследование лингвистической этой книги. Да, что она показала? И усматривать наличие высказаний, направленных на разжигание межрегиональной, межрелигиозной розни и вражды, которое было передано в Следственный комитет города Воронежа и должны были возбудить уголовное дело по статье 282 УК РФ. То есть она запрещена, эта книга, к распространению прага? Да, эта книга запрещена тем же архиепископом Евлогием. И по бумагам выглядит так, что эту книжку Петр Кочер привез, по акту сдал якобы непроданные экземпляры, но если вы поедете сегодня на территорию этого монастыря, то вы спокойно за 250 рублей можете купить в этом монастыре. О чем в общих чертах говорит эта книга? Вы ее открывали? Да, я ее открывал, но я не смог ее долго читать, поскольку в этой книге я увидел такое засилие зла, засилие ненависти ко всему тому, что происходит у нас в стране или вообще в мире. То есть все везде плохо, хорошо только на территории Бугалюбского монастыря. Но я думаю, что так просто не было. Вы знаете, мы попытались найти в интернете текст этой книги, и он в свободном доступе. То есть в интернете, если захотеть найти эту книжку и почитать, ее можно, хотя она запрещена. Взаимосвязь этих операций стала видна, когда в Свято-Бугалюбский монастырь приехала комиссия Общественной палаты Российской Федерации под руководством небезызвестного адвоката Кучерены, на которой присутствовал Олег Зыков, отец Алевтина Теленковой и священник Максим Хижий. Как и ожидалось, комиссия ничего не смогла обнаружить по фактам, описанным в письме Валентины Первой. А находящиеся представители епархии, прокуратуры, органов опеки и общественных организаций смогли сами убедиться в психопатической неуравновешенности главного защитника и лоббиста от сатаны Олега Зыкова. Как получилось так, что все сироты здесь оформлены на одну монахину с советским паспортом? Как это вообще могло получиться в российском государстве, что он не действительно этот паспорт? Паспорт это не... Как это вообще... Я вас не спрашиваю. Давайте мы все это... Я с вами не обсуждаю этот вопрос, я это обсуждаю с органами опеки. Как получилось вот такое беззаконие? Знаете, это законно. Я вот таким образом совершенно достоверно все вам сказать не могу, вот именно потому... Но вы согласны с тем, что сам факт оформления на эту единственную монахиню, причем вот так списком, да, как свиней просто записали детей и передали? Слушай, свиней, это мать... Вот объясните. Вот почему так получилось? Объясните. Я с вами не обсуждаю этот вопрос, не обращайтесь ко мне. Не обращайтесь ко мне. Я с вами не разговариваю. Хотя вы свиньёны. Я разговариваю, что я тебе опеку. Давайте все-таки корректно соблюдать. Вы сможете сказать, свиньёны. Почему у вас такое неуважение к этим? Олег Владимирович. Помимо этого, Олег Зыков был буквально пойман за руку на организации очередной провокации. Наши сестры, послушницы, Ирина Кибанова подошёл. Да? Не дал визитку. Если ты хочешь убежать из монастыря, вот моя визитка... Убежать? Я сказал, если вы захотите уйти, позвоните мне. Она 19-летняя. А кто ты? Почему вы тоже так ездите? Потому что я взрослый человек. А у неё мать рядом стоит. А она и стояла рядом. Ну. Ну и что? Вы взяли интервью. Как вы в вашем монастыре? И что? И что? Почему даже ей... Привомать и визитку? Она взрослый человек? Нет. Она взрослая, ей 19 лет. Это её решение... Это её проблема. Чего вы мне сейчас борощите голову? Здравствуйте, а почему вы на женщину кричите, уважаемые? Не, ну как это странно. А чё это вы на женщину кричите? Притисует на то, чтобы я не общался с людьми. Почему вы на женщину кричите? Я не понимаю. Детей называете свиньями. Я не детей свиньи. Я свиньи. И он же не будет к себе. Кричите. Кричите в обители, оскорбляйте чувства верующих. Я понять не могу. Перестань. Да чё? Я говорю, что я движусь сейчас. Зачем? Женщина пришла и стала предъявлять предъявление. У вас это вообще просто... Вот выманили одну, выманили другую, сейчас третью выманиваете. Это взрослый человек, девятнадцатилетний человек. Да. Что вы можете... Почему я не имел права с ней общаться? Вот у него тоже взрослая дочь, которая решила жить в монастырь. Она выбрала... Вы слышали? Вы слышали? Я нашла предъявление. Уставы даже не дали. Никто. А на себе подъявление. А полотенцы с романей. Девятого октября в независимом пресс-центре состоялась пресс-конференция, которая проводилась по итогам расширенного совещания, прошедшего накануне в Центре славянской писанности и культуры православных, общественных и молодежных организаций. На ней выступили Михаил Налимов, Объединенная православная молодежь, психолог Ирина Медведева, Владимир Хомяков, Народный собор, Дмитрий Терехов, журналисты России, Татьяна Боровикова. В сообществе многодетных и приемных семей России «Много деток хорошо». Представитель попечительского совета Свято-Боголюбского женского монастыря. Даже если представить, что она права, и на монастыре действительно готовить господство какие-то, феодальные порядки, это просто за приемом человеческих возможностей. А коль скоро несколько таких явных обманов свержался в самом технике письма, мы поехали разобраться, не является ли обманом все остальное. Поскольку прекрасно представляли, какие крайне негативные последствия для церкви в целом, не только для Свято-Боголюбского монастыря. Во-первых, для всех православных приютов, которые мы поддерживали. Во-вторых, для всей системы воспитания ребенка в классическом православном ключе традиционном. И для всех монастырей, просто как в системе монастырской жизни. Сомнение выражалось в том числе и в самом праве монашества на существование. Существование детей. Да, нет, но существование тоже. Было сказано слово секта. Монастырь, знак равенства, секта. Монастыре дети подвергают, становятся жертвами секты. И каждая фраза там тянула монастырь. Да, но это мы отдельно поговорили. Кроме того, очень привлекло внимание участие в качестве непосредственного как минимум одного из организаторов, из главного организатора всей этой компании, того самого Олега Зыкова, которого вы упоминали. Человек, который лабирует легкие наркотики, который пролабировал фактически с помощью мадам Лахова, депутата Госдумы, известный закон о том, что до 10 доз героинов в кармане наркомана не являются поводом для уголовного преследования. Это последствия. Это было отменено. Да, к счастью, он это было первым. Человек такой вряд ли может считаться объективным стороной, тем более, что он был явно заинтересован в том, чтобы скандал по поводу воспитания детей дал ему основания для лабирования ювенальной юстиции и вмешательства ювенальных структур непосредственно в деятельность монастырей. Далее не скрывалось на ряде либеральных сайтов, что дальнейшим одним из мишей должны стать военные училища, и суворовские, и кадетские корпуса, там тоже секты, там тоже ходят строево, там тоже наказаны. По итогам пресс-конференции было сделано следующее заявление. Считать недопустимым любые попытки поставить под сомнение права церкви на воспитание детей, каковым относим провокационную и лживую кампанию, организованную против свято-боголюбского монастыря. После провала операции по письму Валентины Первой, мама Алевтины Теленковой проводит насильственный вывоз 22-летней послушницы Ольги Качановой из свято-боголюбского монастыря к ее родственникам. Пресс-конференции Ольги Качановой Пресс-конференции Ольги Качановой Напиши, что меня обожает насильный. Давай сюда расписку. Пресс-конференции Ольги Качановой Напиши, что с насильным обожает насильный. Прощайся. Все, прощение закончилось. Пускай мне выходят прощать. Богу. Не будешь. Очень хорошо. 19 октября 2009 года следственными органами Следственного комитета прокуратуры по Владимирской области была завершена доследственная проверка по сообщению воспитанницы Свято-Боголюбского женского монастыря Валентины Первой о незаконном лишении свободы. Я не буду сейчас опять говорить о тысячах поклонов, о всех подробностях, которые Валентина описывает. И уже в СМИ достаточно анализировать, возможно это физически, невозможно. Еще раз говорю, мы вот это не оценивали. Но многие девочки говорили о том, что причина побега все-таки была в том, что Валентина не хотела оставаться в монастыре. Вот эту идею побега она вынашила достаточно давно и говорила, что я сбегу все равно. И для того, чтобы не вернуться назад, так привру, что вот мы даже закавычили в объяснениях, что монашки, как она сказала еще из объяснения точно, монашки покувыркаются или попрыгают. А чтобы монашки попрыгали. То есть это вот детские вот эти все разговоры, они, собственно говоря, подтверждают то, что все, что изложено в письме, преувеличение. Кроме того, для того, чтобы утвердиться все-таки в нашем убеждении о том, что вот эти события, которые описаны в заявлении, все-таки являются определенным плодом фантазии, может быть. Я не скажу, чтобы это не было вообще. Вот да, наказывали, да, где-то какие-то ограничения были, но вот это вот преувеличение и доведение до таких вот жестоких моментов, для того, чтобы не вернуться назад, это было свойственно Валентине. Мы все материалы нашей проверки показали медицинским психологам первой квалификационной категории, для того, чтобы они нам дали хоть какое-то свое видение по психологическому портрету Валентины. Очень часто в ее объяснениях присутствует вот такая черта, мне кажется, мне кажется, мне кажется, не помню. Некоторые детали, связанные с каким-то жестоким обращением, она в деталях описывает. Какие-то другие события не помнит. Вот эти вот противоречия в ее объяснениях свидетельствуют о том, что девочка акцентирована на привлечении одних событий и нормальную, адекватную оценку других событий. Если вот говорить каким-то профессиональным языком, то таким образом психологи об этом говорят. Анализ исследуемых документов не вывел каких-то амнистических нарушений у первого. Она достаточно точно датирует другие важные для нее события, достаточно подробно описывает их, указывая на мелкие детали происходящего. То есть ссылки на плохую память могут иметь защитный характер. То есть видно, что девочка где-то привирает, где-то приукрашивает, где-то преувеличивает. В этот же день, 19 октября, интерфакс, со слов игумина Сергия Рыбко, распространил информацию о том, что из приюта при свято-боголюбском монастыре вновь сбежала девочка. Ее поймали и силой вернули в монастырь. Далее отец Сергий пояснил, что бабушка сбежавшей девочки написала на днях катриарху московскому и в Сеярусе прошение о том, чтобы ее внучку отпустили из монастыря. Я прожила в этом монастыре уже девятый год с мамой и младшей сестрой. Оставалась здесь по собственным желаниям. Вот недавно в октябре к нам в монастырь приехал Зыков Олег Владимирович. Он сказал, что моя бабушка попросила помочь заплатить меня с этого монастыря. Также дал мне свою висительную карточку и сказал, что я могу к нему обратиться в любой момент за помощью. Он мне всегда поможет отсюда уехать. Я хочу сказать, что мне в этом монастыре очень нравится. Уезжать я отсюда не хочу. Я, конечно, очень люблю свою бабушку. Я хочу сказать тебе, если ты сейчас на меня смотришь, что... Я тебя очень люблю, но я сделала свой выбор. Тебе нравится жить там, а мне нравится здесь. Мне нравится именно такой был жизнь, а не такой, как там за Воротиной. Бабушка, ты хочешь, чтобы я была счастлива? Я счастлива именно здесь. 28 октября следственным комитетом вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении архимандрита Петра, кучера. По его книге «Блюдите оба, как опасно ходите». В связи с отсутствием события преступления, то есть заключение экспертов ЭКУ МВД Российской Федерации является несоответствующим действительности. В этот же день органами МВД по Суздальскому району вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении воспитательницы и настоятельницы Свято-Боголюбского монастыря Мать Георгии. Таким образом, все факты, на которых строилась клеветническая кампания в отношении Свято-Боголюбского монастыря, опровергнуты следственными органами прокуратуры и МВД. Из всего следует, что сколько бы враги ни старались клеветать, чернить и обливать грязью, у них ничего не получится. Они бессильны, ибо с нами Бог. Сердцу русскому в Москве сейчас не спится, Орды новые на родину и идут. Встань, проснись, российская столица, Подымайся, православный люд, Княже добрый, отче Даниле, Вспомни нас, плененных и больных, Дай нам силы, прогони унынье, Встань, набрай за сродников своих. Субтитры создавал DimaTorzok